Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» 23 том, тема государства-правителей. Вопрос 3568. Прошло уже полгода, это не 100 дней. Какие дают для разворота деятельности новому правительству в России? И что же мы видим после 17 мая 2007 года? После объединения РПЦЗ с МП. Как там за рубежом? Тут-то ровным счетом ничего не произошло ни в храмах, ни в государстве. Ни в психологии посетителей, прихожан церковных. А как там? Научились ли произносить имя советского патриарха Алексея II или как? И что для несогласных поминать Ридигера сделано уже тех непокоривых приходов, которые были за медленное признание патриархии, а не так с Наскоку? С Наскоку. Ответ. Сам я не был за границей в этом промежутке, но слежу за интернетом, за газетами местного калибра, как российская газета, учредитель правительства Российской Федерации. Вот номер 50, в скобках, 4513. За 8 ноября 2007 года, страница 13. Религия. Заметки из православного кругосветки. Православный кругосветки, в кавычках. В кавычках. Возвращение. Именно на эту тему и на все ваши вопросы объединение нужно было кому и чтобы на таких условиях, когда погрязшая в политике и обмерщении советская патриархия ни в чем и ни на шаг не сдвинулась в сторону покаяния. Путин, он молодец. В кавычках. Ясно, что на месте почивать на достигнутых лаврах с полуживым лавром сотрудники отделов каверку в 6 человека почивать не будут. Они будут действовать по-плоцки, просчитывая все свои ходы. И я, не быв в тех кабинетах, но представляю, как сидят Дворкин, Кураевы с любезными дядьками штатками докладывать свои мнения, на чем бы улистить зарубежные осколки белогвардейских отпрысков. Вернее, их потомках, питавших кое-что о России, разбушевавшихся тогда. Самая известная легенда в том, что при отречении царя, когда нужно было увидеть покинутость богом России, призвать пересмотр своих позиций к полному покаянию и возврату к первоапостерским временам. Хитрющий дух тьмы подкинул новую тему. Если нет царя, значит, сама Божья Матерь взяла на себя миссию сохранения Святой Руси. И именно в момент отречения была обретена икона, которую так и нарекли – державной. Жаль, что 304 года до этого не было такого явления, чтобы с самого начала Богородица взяла себе на попечение эту несчастную и так оплошавшую, в кавычках, «святую Русь». И в этой уверенности теплились, жили за рубежом все эти 90 лет зарубежные патриоты, что все же Россия жива, она удел Матери Божией. И это все сконцентрировано в иконе державной. Так и нужно ввести к ним эту икону, а перед ней ставить патриарха. И чтобы пролезть к этой иконе, в скобках, а что полезут и самые дряхлые и замшелые противники большевиков, кто умник, то есть соблазнитель малых сих, и не сомневался, и не ошибся. Скобки закрыты. Их надежды и вожделение. Что уж стоит подойти под благостояние патриарха, который так пышно изукрашен и представлен. Число 25 глава с 1 по 5 стих. «И жил Израиль в Септиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Муава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и клялся богами их. И прилепился я Израиль к Муава Фитгору, и воспламенился гнев Господень на Израиле. И сказал Господь Моисею, «Возьми всех начальников народа, и повеси Господа перед солнцем, и отвратиться от Израиля ярость гнева Господня». И сказал Моисею судьям Израилем, «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к лаву Фитгору». Икона не идол, но ее сделали более почитаемой, нежели идол, и понесут за то наказание достойное, премудрость Соломона 15.5, взгляд на который возбуждает безумные похотения и вожделение к бездушному виду мертвого образа. «Сестрица, знаешь ли, беда? На корабле мыши говорила, ведь оказалась течь. Внизу у нас вода чуть не хватила до самого мне рыла. А правда, так она лишь и лапки замочила. И что, диковинки, наш капитан, или с похмелья, или с пьян, матросы все один ленивее другого, но, словом, нет порядку никакого, сейчас кричала я во весь народ, что ко дну наш корабль идет. Куда? Никто и ухом не ведет. Как будто бы ложной я распускала вести. А ясно, только в трюм лишь стоит заглянуть, что кораблю часа, часа не дотянуть. Сестрица, неужели нам гибнуть с ними вместе? А вось недалеко земля. Тут в океан мои затейницы спрыгнули и утонули. А наш корабль, рукой искусную водим, достигнул пристани и цел и невредим. Теперь пойдут вопросы. А что же, капитан, и течь, и что матросы? Течь слабая, и та в минуту умнята, а остальное клевета крылов и А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...